Межрегиональное сотрудничество и развитие интеграционных процессов на пространстве СНГ обсудили сегодня участники Совета главсубъектов при МИДе России. В работе Совета участвует глава Чуваши. В МИДе побывала и наша съемочная группа. Заседание Совета главсубъектов Российской Федерации проходило в Доме приемов Министерства иностранных дел. В этот раз его члены обсуждали перспективы развития интеграционных процессов на пространстве СНГ. Уже сейчас, отмечают участники Совета, пришло сознание того, что только объединение промышленного, научного и интеллектуального потенциала стран постсоветского пространства умножит возможности этих государств в условиях жесткой конкуренции. Яркий пример последних лет – образование Содружества России, Белоруссии и Казахстана. Это привело к созданию таможенного Евразийского экономического союза. Но к тройке лидеров сейчас желают присоединиться и другие страны, к примеру, Киргизия и Армения. Причем в этом взаимодействии, отметил федеральный министр, особую роль играют регионы. В этом взаимодействии хорошие поработки. Взаимодействия с СНГ-19. Академический клуб не дарит серых. Сегодняшний клуб не дарит серых. Не срешу, но спаслись в 20% от объема, как он будет в России. В интеграции прослеживаются и болевые точки. После вступления страны в ЭТО возросы импорт техники и транспорта. Причем увеличились поставки оборудования бывшего потребления. Это тормозет развития отрасли машиностроения. Чуваша, которая сейчас активно расширяет свои связи с Белоруссией, выступила с инициативой ужесточить меры по прохождению обязательной сертификации. Это должно сократить поставки техники с приставкой БУ. На заседании глава республики предложил поддержать инициативу об ограничении ввоза такого оборудования на территорию Таможенного союза. Вообще развитие интеграционных процессов невозможно без законодательных преобразований. Самое главное, чтобы техника, бывшая в употреблении, не испортила весь этот рынок, потому что возникают вопросы безопасности и ряд других вопросов. Когда наши производители конкурентны в производстве тех же видов товаров, прицепы, полуприцепы, и валят через страны из НГЭ к нам на российский рынок, этого, конечно, не должно быть. Не обошли стороной на совете программу по упрощению процедуры получения российского гражданства. Она принята почти в 50 регионах, в том числе и в Чувашии. Иностранцам, которые принимают в ней участие, помогают в трудоустройстве, временном расселении, а также оформлении документов. В свете последних событий на юго-востоке Украины возрос поток беженцев, которые приезжают в российские регионы. И в Чувашии уже появились желающие получить гражданство по упрощенной схеме. Возникают вопросы придания статуса. Они являются беженцами или переселенцами. Одно дело, там временно они могут проживать. Возникают вопросы юридической прописки для того, что жильем обеспечивать. Поэтому руководители регионов подняли эти вопросы. Сергей Викторович воспринял наши предложения. В рекомендации будет вписано. И мне остается добавить, что Сергей Лавров поблагодарил глав российских регионов, которые входили в состав Совета этого года. В следующих заседаниях примут участие другие руководители субъектов. Медрик Валев, Евгений Анисимов. Республика. Из Москвы.